привет дорогие друзья с вами снова яков в этом видео поговорим опять про рассаду томатов вот за эти два-три дня буквально размели рассаду с утра до вечера люди приезжают под конец дня просто ноги гудят и вот эти вот остатки роскоши мы оставили себе здесь вот санька чуть-чуть самое уже последняя слабенькая рассада остается нам на высадку вот новичок практически закончился там тоже ничего нету дар за волжья джина ну в общем все как я и говорил в предыдущем видео по оставались вот хурма и добарао черный которые берут похоже но я думаю это купят если если мы вовремя себе не высадим сейчас буквально за пару дней начну высадку ну ладно друзья минуту тут я рассказываю о каких-то личных своих делах так для своих подписчиков постоянных а в этом видео я хотел бы поговорить с вами про корневую систему томата вот вот такую рассаду мы дерганкой вырываем и продаем вот такой у нас корешок вот самое идеальное для высадки вот такая небольшая рассада но сколько тут на максимум чтоб 10 сантиметров было если уже больше конечно будет похуже приниматься это как солдатик ты вырвал поглубже и и высадил и она хорошо принимается хочу обратить внимание друзья когда мы делаем высадку углубляем еще глубже вот до первого листа можно вообще-то мат такая культура чем глубже ее садишь тем лучше корень он пускается со своего ствола вот прям с этих мест чем глубже посадишь тем будет более развитая сильная корневая система вот учтите такой момент такую рассаду еще вырву не пожалею вот как видите мы вырываем много земли на ней остается это хорошо вот буквально здесь корень больше чем чем сама рассада это очень хорошо я всегда говорю что корневая система корень это важнейший орган у растения чуть ли не самый важный потому что от него идет все питание и он должен быть хорошо развитый здоровый беленький тогда проблем с растением будет намного меньше интересный факт друзья корень у томатов можно и нужно ну то есть таким образом рвать перец не любит такого вот например родственное растение семейства посленого да он не любит когда мы повреждаем лишний раз корневую систему поэтому лучше его выращивать в стаканчиках ячейках и так далее томат уже абсолютно все равно мы ее рвем вырываем половину корня обрываем и таким образом мы стимулируем появление новых корневых волосков то есть такой стресс ему нипочем можно рвать некоторые есть даже пикируют ну буквально даже без корня мы можем взять голый ствол и хорошо пролитый грунт высадить и томат буквально за три дня пустит новую корневую систему вот но это такое вообще экстремальное огородничество такое вот лучше конечно с корневой системой и мы продаем рассаду и клиент вообще тоже смотрит наблюдает очень часто хвалят просто видят и говорят вот какая хорошая корневая система это тоже важно даже просто для продажи рассады так друзья но теперь к рецептам что нужно для корневой системы для того чтобы она хорошо развивалась давайте по порядку значит первое это пикировка если мы просто осенку выращиваем можно вот так в открытый грунт посеять рассаду она тоже может в принципе вырасти хорошая но корневая система будет поменьше за того что семечка она просто будет как бы ну максимум там сантиметр до в глубину и все и дальше идет корневая система когда мы делаем пикировку мы опять же можем посмотреть один аккуратно вырвать вот такой длинный потому что примерно вот это место мы заглубляли когда пикировали томат она еще была очень тоненькая маленькая мы заглубили примерно сантиметра 3-4 да и все это место вот пустила корневую систему то есть чем глубже мы пикируем соответственно тем больше будет корневая система то есть вот пикировка это самое такое первое объяснение хорошего корня можно делать можно не делать но с пикировкой всегда рассада будет покрасивее и как правило подороже на рынках следующий момент куда мы пикируем рассаду мы не просто берем грядки дамы вспахали землю она стала пушистая но этого недостаточно земля сам чернозем он достаточно тяжелый для рассады соответственно мы ведь пикируем не просто в черную землю мы добавляем здесь например торф торф здесь можно перлит заметить да кто более внимательный вот эти вот белые камешки это агро перлит вот это не обязательно но просто мы его мешаем с торфом и добавляем делаем грядки пропикировали рассаду немножко засыпали торфом буквально там 23 сантиметра и тогда за счет торфа он такой пушистый становится и корню легче дышать плюс в нем есть питание дополнительное когда более пушистая земля корневая система лучше дышит и лучше развивается это один момент вместо торфа если у вас есть возможность такая вообще будет идеально хорошо перегнивший навоз такой чтоб он уже был разваливался пушистый добавлять его тоже под пикировку или рассада будет более жирная зеленая за счет большого количества азота друзья если более точно сказать либо торф либо перегной да мы берем одну часть перегноя две части чернозема хорошо это перемешиваем и можем пикировать если допустим мы сравниваем пикировку каждое отдельное растение в стаканчик вот в таком составе томаты себя будут чувствовать идеально и корень будет хорошо развиваться плюс еще какой этого если просто в чистый чернозем пикировать да мы когда вырываем рассаду он будет разваливаться сыпаться с корня корень будет полулысый когда мы добавляем торф либо перегной он сам по себе такой склеивается и остается на корешках и тогда мы рвем вместе получается с землей да опять же вырываем вот земля налипла и такая рассада мы можем ее по пакетам сложить и ввести допустим на рынок продавать и рассада не будет терять свой внешний товарный вид если же этого не будет то просто он рассыпется корень будет голый это конечно большой стресс будет для рассады то есть это еще одно такое преимущество теперь по подкормкам для корневой системы самое важное удобрение самый важный элемент питания это фосфор соответственно любое удобрение где фосфор есть минеральное удобрение мы добавляем и корень получает свое это может быть любое комплексное удобрение вот если говорить из самых дешевых и доступных я бы рекомендовал это азофоска или суперфосфат какой-нибудь да мы берем и то и другое удобрение его можно перед тем как вспыхать теплицу пройтись разбросать по теплице равномерно и после этого вспыхать теплицу и вот уже комплексное удобрение до либо суперфосфат будет в земле либо водорастворимые удобрения но вы более дорогие например монофосфат калия либо какой-нибудь комплексная с фосфором до разводим с водой и поливаем но это будет более дорого и я считаю это как бы ну не совсем оправданно хотя если есть такая возможность можно обрабатывать и можно даже делать обработки по листу чтобы более экономно тем же монофосфатом калия буквально там раз в недельку развести выпрыскиватели пройтись и обработать вот важно чтобы растение получила фосфор и благодаря этому корневая система будет лучше развиваться ну а самое важное друзья это конечно же температура температура воздуха температура почвы насколько она прогреется если будет холодно корень будет плохо развиваться могут быть корневые гнили соответственно в этом ничего хорошего нет если будет тепло я бы сказал стабильно выше плюс 15 ну в среднем плюс 20 градусов это вообще идеально для томатов вот и только благодаря этому корень будет равномерно хорошо развиваться все на этом вроде бы я перечислил все основные моменты для развития корневой системы желаю вам хороших урожаев друзья подписывайтесь на канал здесь много полезных видео по выращиванию растений не только томатов но и многих других культур всем пока